Итоги дня охраны труда Ветераны станции на производстве Благотворительный проект Госкорпорации «Росатом» Открытие новой игровой площадки На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность 23 310 мегаватт, что составляет 101,9% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе первые и третьи энергоблоки, первый энергоблок второй машины, суммарная нагрузка 1597 мегаватт, по работающему оборудованию существенных замечаний нет. Выработка электроэнергии за 20 дней ноября составила 827 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 20 миллиардов киловатт-часов, сверх плана – 887 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме нарядно-допускная система производства работ, работа с подрядными организациями, работа на вскрытом оборудовании, обеспеченность состояния правильное применение СИЗ. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. В этом месяце в рамках третьей ступени контроля первыми комиссиями под председателем директора был проведен обход отдела радиационной безопасности, комиссии под председателем главного инженера станции был проведен обход по цеху хранения, обработки отработанного ядерного топлива, и первым заместителем главного инженера по эксплуатации комиссии под его председателем был проведен обход ЦОРа. Все замечания зафиксированы, переданы в подразделения для устранения. Работа по направлению охраны труда – это работа, которая проводится ежедневно, которая проводится всеми, и только с таким подходом можно добиться главной цели выполнения требований охраны труда – это недопущение травмирования персонала. На Смоленской атомной электростанции стартовала программа экскурсий старшего поколения, приуроченных к 35-летию пуска первого энергоблока. Станция принимала дорогих гостей и ветеранов, посвятивших родному предприятию не одно десятилетие, заложивших трудовые традиции, сохранивших преданность профессии, внесших неоценимый вклад в становление и развитие атомного гиганта. С почётной инспекцией на своих рабочих местах побывали выходцы из отдела радиационной безопасности, цеха тепловой автоматики и измерений, отдела автоматизированных систем управления. Первая остановка – помещение информационно-измерительной системы «Скала-Микро». Особенно заинтересован Владимир Шустав. Он отсюда в 2008 году уходил на заслуженный отдых ведущим инженером. Отличается оборудование, конечно, как небо от земли, будем так говорить простым языком. То есть буквально движением мышки мы можем видеть состояние любого оборудования участительного комплекса, выведенное на плазменные панели. Зайдя на БЩУ-1, Виталий Карпинский, работавший на Смоленской АЭС с 1977 по 2000 год, признаётся. Находясь здесь на блочном щаде, вспоминаю, как в 1977 году было поручено Белоярскому СНИП перерисовать небосхемы панели, которые чёрные сверху. И было поручено будущему директору Смоленской АЭС Крылову Сергею Петровичу, который полностью один перерисовал небосхемы. С машинным залом, как оказалось, связана масса воспоминаний. Например, ветераны рассказывают, что до установки всего крупногабаритного оборудования одной стены не было. Зато были железнодорожные пути, по которым в транспортных вагонах добирались прямо до временного посёлка. «Приехали мы сюда с мужем в 1980 году, были приняты в отдел охраны трудовой техники безопасности дежурными дезиметристами САУД. Это было так круто! А времена пуска было очень интересно, было очень весело, было настолько всё незнакомо, что даже не верилось, что когда-нибудь ты будешь чувствовать, что станция – твой родной дом». О сегодняшнем дне Смоленской АЭС, модернизации, совершенствовании культуры производства, эксплуатационных и ремонтных процессов гости узнали после технического тура от заместителя директора Анатолия Терлецкого. Он отметил, что атомная станция ведёт активную социальную деятельность, большое внимание уделяет молодым кадрам и преемственности поколений. Смоленскую атомную станцию посетили воспитанники Шаталовского детского дома. Экскурсия состоялась в рамках совместного проекта Госкорпорации «Русатом» и благотворительного фонда «Дети наши», цель которого – профориентационное развитие детей-сирот, оказание им помощи в приобретении базовых и специализированных знаний и навыков, в том числе знакомства с работой предприятий атомной отрасли и профессиями, востребованными в ней. Ребята и педагоги посетили реакторные и турбинные залы, помещения главных циркуляционных насосов, узнали о работе технологического оборудования и систем, убедились в высоком уровне безопасности АЭС и профессионализме персонала. Экскурсия продолжилась на полномасштабном тренажёре блочного щита управления, где дети узнали, как управлять энергоблоком, понаблюдали за работой автоматики в разных режимах эксплуатации и даже самостоятельно в учебном режиме поуправляли реактором атомной станции. В интерактивном зале Смоленской АЭС ознакомились с достижениями Госкорпорации «Русатом» в России и за рубежом. Завершился визит в город атомщиков Десногорск посещением музея поискового движения. После экскурсии воспитанники детского дома поделились впечатлениями от увиденного. Работают люди с такой профессией, очень сложной, я так думаю, потому что для меня это очень сложно. В каждых домах энергия нужна, это очень много энергии надо. Смотрели реакторы всякие, белых костюмов, смотрели систему работы, как кто работает. Вся вот эта атомная станция очень велика, то, что самое почти лучшее в России. По словам заместителя директора Шаталовского детского дома Дмитрия Загоруйко, работа в профориентационном направлении очень актуальна для детей-сирот, поскольку зачастую им бывает очень сложно определиться даже с собственным «я», не говоря уже о будущей профессии. Нам повезло, что у нас есть на территории Смоленской области такая станция. Мы надеемся на ее дальнейшее развитие, ее и в целом атомной энергетики. Для деток это очень важно, потому что очень часто они не могут определиться и решить для себя, что же им все-таки близко по духу и чем они будут заниматься по жизни. Поэтому такие мероприятия, они важны, они должны быть, и мы признательны, что вы помогаете нам их организовать. Десногорский детский сад Социально значимый проект «Я житель сказочного Атомграда» на Десне, инициированный педагогами Десногорского детского сада, стал победителем конкурса Фонда содействия развитию муниципальных образований Ассоциации территории расположения атомных электростанций. На его реализацию атомщики выделили 800 тысяч рублей. Торжественное открытие детской площадки после реконструкции состоялось 16 ноября. Основная цель, которую мы преследовали при реконструкции нашей спортивной площадки, это создать безопасные условия для воспитанников нашего детского сада, а также условия для всех детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. На средства, выделенные концерном «Росэнергоатом», оборудована футбольная площадка с водонепроницаемым резиновым покрытием, поверхность которого не скользит и предотвращает травмы. Кроме того, появились эргономичные малые формы. Для совместных занятий физкультурой с родителями или воспитателями установлен уличный тренажёр. Каждый элемент на площадке является органичной частью развивающего пространство детского сада, обеспечивает познавательные интересы детей, стимулирует их активность. Всё оборудование сертифицировано и отвечает современным требованиям безопасности и федеральным государственным образовательным стандартам. Госкорпорация «Росатом», концерн «Росэнергоатом», они вносят большой вклад в социальное развитие городов, на территории, в которых находятся объекты атомной энергии. И наш город, который также является одним из этих городов, в этом году ваш детский садик получил вот такую замечательную площадку. Мы надеемся, что вы будете бережно относиться к этой площадке, к этому игровому оборудованию, и она сможет радовать вас и тех детишек, которые придут после вас. После торжественного открытия игровой площадки в детском саду «Южушка» прошли Малые Олимпийские игры с участием представителей Организации молодых атомщиков Смоленской АЭС. В рамках проекта «Я житель сказочного атомграда» на Десне запланировано ещё много тематических, спортивных и развивающих мероприятий, которые обязательно порадуют воспитанников детского сада. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской атомной электростанции. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленской АЭС, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке и в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok